День Дальнего Востока стартовал на международной выставке форуме «Россия в Москве». Во время торжественной церемонии и открытия губернатор Приморского края поприветствовал гостей выставки и рассказал о ключевых достижениях Приморья в разных отраслях экономики. Искренне рад приветствовать вас на выставке России, где каждый из вас может ознакомиться с достопримечательностями, возможностями всех регионов нашей огромной страны. А я расскажу вам о Приморье. Почему к нам нужно обязательно приехать? Приморье – это море и рыбаки. Мы ежегодно добываем более 800 тысяч тонн биоресурсов, перерабатываем 700 тысяч тонн и кормим рыбой полстраны. Большое внимание в ходе своего выступления глава региона уделил возможностям портовой инфраструктуры Приморья и торгово-экономическим отношениям со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Приморье, конечно, это еще порт. Каждый второй контейнер обрабатывается в Приморье. Росгурс оборота с каждым годом. Мы подтверждаем полностью статус восточных ворот страны в страны АТР. Следуем курсам, намеченным президентом. Приморье – это судостроение. За 10 лет построена крупнейшая в России судоверфь «Звезда». На воду спущено уже 13 судов. Из них 4 супертанкера типа «Афромакс». Портиль заказов составляет более 60 судов. Также Олег Кожемяк отметил, что судостроение оживило приморские города. В Большой Камень, где расположена «Звезда», приехали тысячи специалистов со всей страны. Для них возводятся целые кварталы. И в целом сейчас край переживает настоящий строительный бум. В прошлом году мы сдали миллион сто тысяч квадратных метров жилья. В один из семь раза больше, чем за последние 10 лет. Так быстро и много мы не строили с советских времен. Губернатор отдельно остановился на инвестиционном потенциале Приморья и комфортных условиях для ведения бизнеса. И, конечно, Приморье – это место, где комфортно работает и развивается бизнес. Каждый четвертый дальневосточник – приморец. Мы – аккумулятор инвестиций. Благодаря преференциям территории переживающего развития «Свободный порт Владивосток» мы ежегодно предоставим инвестициям за 10 лет в 3,5 раза. Олег Кожемяка также отметил, что Приморье – край талантливой и активной молодежи, территория, где постоянно повышается качество образования и сохраняется высокий уровень культуры. Мы – образовательный центр, где по инициативе президента построен самый крупный университет. Владивосток в этом году стал молодежной столицей. У нас открывается новая лаборатория и новое производство. Мы строим БПЛА и подводные роботы, развиваем искусственный интеллект. У нас культурный центр у границ Азии – свой Мариинский театр. По инициативу президента строится культурно-выставочный центр, в котором будут размещены экспозиции Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи. Еще одним акцентом выступлений стало развитие туризма. В прошлом году Приморье посетило 3,5 миллиона туристов. Конечно, у нас потрясающая природа. Тайга, теплое море – уникальный животный мир. Тигры и леопарды, касатки и белухи. Прекрасные на озерах лотосы. И, конечно, вкусная кухня. Напомним, выставочные экспозиции регионов Дальнего Востока, в том числе Приморье и Минвостокразвития Российской Федерации признаны лучшими на выставке «Россия». Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.